8 июля Краснолуч посетила миссия ОБСЕ. Возле здания администрации представители миссии встретили краснолучане. Возмущенные жители задавали многочисленные, наболевшие вопросы. Представители ОБСЕ явно не ожидали и не были готовы к откровенным вопросам со стороны населения. А почему вы в мирном городе находитесь, а не на линии соприкосновения? Здесь нет боевых действий. У нас есть коллеги, которые работают непосредственно на линии соприкосновения. У нас есть несколько команд. Наша команда работает конкретно на этой территории. Но так вообще в целом ОБСЕ работает по всей Луганской области с обеих сторон. Мы всегда рады общаться с людьми. Мы сейчас общаемся с вами. Как вы видите? А с Украиной вы общаетесь? Вы рассказываете в Украине как? Как вы на них влияете, что они платили? Какое-нибудь влияние есть? Есть какое-нибудь влияние? Почему это создается экономическая блокада? Мы работаем с обеих сторон, в линии соприкосновения, в Украине тоже. И кроме Украины мы работаем на территории ЛНР и ДНР. Украина, мы не понимаем. Вы скажите конкретную ситуацию, как вы работаете? Вы сейчас работаете? Кто-то принимается на данный момент? Что коллега делает? Мы работаем на мониторинге с обеих сторон. Это основная задача. Но в первую очередь, и как мой коллега может тоже добавить, мы работаем над мониторингом соблюдения перемирия. Скажи мне, пожалуйста, почему нашу станицу мучают? Почему такая область наша? Все 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 спокойно, но почему они все еще шутят от станицы Луганска? Почему они все еще шутят? Потому что на политическом уровне они не могут сделать соглашение. В Минске они подписаны на паузу, но они не обеспечивают на паузу. Это почему мы на земле. Эти нарушения продолжаются, потому что не было достигнута договора на политическом уровне. На политическом уровне был подписан вот этот Минский протокол, которому вы все должны следовать. Но получается так, что он нарушается. Почему они нарушаются? Ну а кем нарушается? На украинской столовой договор, который влияние на Украину с нас блокирует. Вы должны тогда сами работать с вашими политиками для того, чтобы оказывать на них влияние. Почему с нашими политиками? С украинскими пускай работают. О чем вы говорите? Я не могу. Переведите вопрос. Как они влияют на Украину? Почему она нас блокирует? Мы регулярно сообщаем в наших рапортах. Это происходит не только на уровне здесь, но и выше. То есть в Киеве и Вене мы выносим этот вопрос на всеобщее обсуждение, чтобы мировая общественная понимала, что эта проблема есть. Про блокировку Украины. Как вы влияете на Украину, что она нас блокирует? У нас экономическая блокада, у нас продовольственная блокада, у нас нет связи. Нет воды на Москве отключает. Это что за издевательство над народом? Мы просто можем сказать вам, что мы делаем свое дело. Мы находимся на земле, и мы общаемся. Это очень сложный процесс политический. И мы всегда находимся на земле. Я могу сказать вам, что я был в Фрунсе, в Донецке, в Чернукино. Я знаю все эти места. Эти люди, они уничтожили. Много больше, чем эти люди здесь уничтожили. Вы уничтожили. Вы уничтожили. Уничтожили. Мы каждый день здесь, на местах. Мы пишем об этом в наших рапортах. Вот. И в Дону нашей ответственности, вот нашего мониторинга, конкретно нашей команды входят такие поселки, как Чернухино, Пачевка. Мы также были на шахте Фрунты. Мы знаем, какая здесь ситуация, потому что я работаю здесь очень давно. Я каждый день общаюсь с людьми. Вот. Я честно могу сказать, что по сравнению с другими населенными пунктами, вам еще повезло. Скажите, пожалуйста, от девочки. Вы уже в Украине находите в течение года. За этот период, пока находится здесь миссия ОБСЕ, у нас проживание здесь не улучшилось, а ухудшилось. Вы видите, что постоянно идет одна блокада, вторая блокада, третья. Вы ничего не сделали. Нас интересует сейчас, на данный момент, скажите, пожалуйста, назовите дату, когда у нас снимется блокада, хоть какая-нибудь. Ориентировочно. Да, нам вот так. Хорошо. Потому что, подождите, я не договорил. Потому что это будет продолжаться еще год, два, три. И вы постоянно будете сказать, что вы хотите улучшить ситуацию. Но за этот период ситуация у нас не улучшилась, а только ухудшается, ухудшается, ухудшается. И мы думаем, вы тогда с какой целью здесь находитесь на нашей территории. Мы не можем сказать вам exact date. Но в Минске они работают в четыре различных группы. И мы берем все эти факты, говорим с вами вместе. Это мы берем. Мы понимаем, как ситуация становится плохой. И это даже не легко для нас. Вы знаете, в Минске работают четыре подгруппы по разным вопросам. И в том числе относительно экономической ситуации. Мы, как наша организация, на уровне Минского договора представляют информацию о тех проблемах, о которых мы узнаем от людей непосредственно на местах. То есть мы пытаемся донести ваш голос на вот этот вот высокий политический уровень. И мы не говорим, что это делается легко. Наоборот, это очень сложно. Но это единственное, что мы можем делать, это доносить вот в Минске до представителей высоких политических кругов о том, насколько тяжело здесь живет за людям. С другой стороны, вот вы знаете, что сегодня мы собрались встретиться с мэром. Мы будем обсуждать тоже экономическую ситуацию, ситуацию в угольной промышленности, о том, что будут снова открываться шахты. Потому что тоже в рамках своей деятельности мы проводим мониторинг социо-экономической ситуации. Мы заинтересованы в том, чтобы у людей здесь снова была работа. Мы здесь собрались, чтобы вы нам ответили конкретно на наш ответ. Конкретно поставленный вопрос. Миссия ОБСЕ может работать годами, но мы не видим улучшения от результата вашей работы. Мы не видим вообще. Скажите, пожалуйста, когда будут результаты вашей работы о минских соглашениях, мы знаем. Но блокада не улучшает, у нас нет улучшений, только ухудшения. Может быть, вы и не нужны вообще сейчас здесь. Я считаю, что если, как вы говорите, мы сейчас уйдем, то ситуация станет еще хуже, потому что тогда некому будет рассказывать на высоком уровне, на уровне высоких политиков, как здесь живут люди. Слушайте, я вам даю пример. После этого встречи, мы идем сюда к месту, который называется Софьевский. Это место в Паунде, где водопроцект состоялся через нашу инициативу. И как пример я хотела бы сказать, что сегодня после встречи с мэром мы поедем в поселок Софьевский, где сейчас разрабатывается проект по водоснабжению. И мы тоже принимаем активное участие в развитии этого проекта. Люди будут вам доверять, вот наше население будет доверять тогда, когда вы нам скажете конкретные числа. Например, скажите, мы 20 числа, будет снята блокада. Я повторяю вам, и я повторил бы еще раз, если бы здесь было несколько тысяч людей, что я буду только рад, когда эта блокада ослабится и люди смогут снова ездить на ту сторону. Но БСЕ действительно предпринимают очень большие усилия. Например, в воскресенье приезжал наш руководитель Александр Хук. Он ехал через ДНР, через Снежное. И он лично проходил по мосту в станице Луганской. И это было довольно опасно, потому что там были автоматчики возле Снежного, которые стреляли в воздух. То есть нас там тоже не были особенно рады видеть. Он ехал через Снежное, а потом он был в станице. И это как бы он лично взял на себя этот риск, но все-таки это опасно для жизни там находиться. Он прошелся лично по этому мосту. И на всех наших сайтах, во всех новостях ОБСЕ написало, что экономическая блокада – это очень нехорошо. После беседы с горожанами, с представителями миссии ОБСЕ, провел встречу глава администрации города Красный Луч Юрий Кондратенко. Обсуждались жизненно важные для города проблемы, в том числе возобновление работы угольных предприятий и подача воды с территории подконтрольных Украине. Обсуждался вопрос по поводу водоснабжения поселка Софиевка, население которого год без воды. Идет один водовод и вот второй. Вот это как раз, вот это поселок Софиевка. Вот. Вот это труба, которая на Софиевку идет, и поселок 152, ну короче, вот эти все поселки, она полностью пустая, полностью. Я думаю, если в нее заглянуть, наверное, там уже паутина есть. Будем говорить, как только начались военные действия, так периодически, у нас не периодически, у нас постоянно сокращение воды. То есть ни разу еще не было, за время военных действий, ни разу не было, чтобы они дали воду. Окей. Я думаю, просто добавить, как коллеги уже сказали, что водоснабжение. Мы уже на этом, потому что в других местах есть огромные проблемы. Я хотела бы добавить, как мой коллега уже говорил, мы работаем над вопросом водоснабжения, потому что это типичная проблема не только у вас, а в других районах. На поселках вообще не идет. То есть вот, допустим, Софиевка, ну вы знаете, да, наболевший вопрос. Софиевка, там 152, 153 шахта, вот, Грушовая, поселок, это все, будем говорить, они вообще сидят без воды. Вот мы делаем подвоз воды автомобильным транспортом, но все дело в том, что это большие затраты. Ну, это вопрос. Я имею в виду, эта гуманитарная организация, они слышали, что они хотят делать, но он говорит, что это не полезно делать. Я понимаю. Ну, то есть, получается, это гуманитарная организация. Корпус Мелосердия узнал о том, что есть такие проблемы с водоснабжением, и они хотели бы помочь топливам для машины и емкостями для воды. Вот, но так как вот вы считаете, что это не очень рационально, то каким образом вы могли бы посоветовать им помочь в данном случае? Что бы они могли сделать? Помочь, может, с бурением скважин. Может быть, они могут проверить какие-то специфики и помочь с дрелью водоснабжением. Хорошо. Хорошо. Особенно если это возможно, допустим, такая помощь, то без вопросов мы можем выделить те места, где больше скопления людей, где больше населения. Ну, вот опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, это пример того, как мы работаем, что мы вот эти вот ваши проблемы запишем и передадим информацию организации, которая может оказывать конкретную помощь. Глава города призвал представителю БСЕ повлиять на губернатора Луганской области Геннадия Москаля, возобновить стабильное водоснабжение городов и районов ЛНР и Красного Луча в частности. В завершении встречи представители миссии заверили, что приложат максимум усилий для решения озвученных проблем. Спасибо. Спасибо. ethn Продолжение следует...